Знаете, есть вот в психологии, вот сейчас любят прорабатывать свои негативные стороны, там слабые, да? Есть вот у человека недостатки и достоинства, да? Плюсы и минусы, грубо говоря. Если мы меняем, если мы хотим брать минусы, то и плюсы изменятся, логично, да? То есть смысл в чем? Можно идти сложным путем, прорабатывать минусы. Вот я там не умею это делать, я вот сейчас это сделаю, проработаю, пойду дальше, буду молодец. У тебя же есть плюсы, то есть когда ты зацикливаешься на минусах, плюсы как-то в сторону уходят. Можно другим путем, ты вспоминаешь свои плюсы, что тебе нравится, и просто на них акцентируешь внимание и делаешь вот внимание на плюс, тогда минусы просто они сами по себе уходят. Это вот сюда можно перенести, что да, есть люди, которые не включаются. Не надо тянуть, есть люди, которым это нравится, и больше внимания им уделяешь. Работаешь вот с теми, с кем вот легче, потому что результат будет быстрее, чем с теми, которых ты тянешь, и они не тянутся. Потом те подтянутся, ну и опять, как все, наверное, заели эту фразу, акцент на себя. То есть сначала мы поднимаем себя, стань, тоже книжка есть интересная, стань той энергией, которую хочешь привлечь. То есть ты сначала тоже на себя, как-то немножко себя поднимаешь, и люди будут подтягиваться. То есть все-таки акцент на хорошее, на позитив, а негатив, он как-то в любой жизни, в любом человеке, он есть, он где-то в сторонке останется. Все правильно. Как-то вот так. А кто автор или нет? Надо посмотреть. Как низко на той энергией, которую хочешь привлечь. Продолжение следует...